Всем привет! У нас тут рабочий беспорядок. Меня зовут Сергей. Просили снять видео про быков. Сейчас сниму видео про быков. Покажу. Перед этим уже открыли еще один рулон. Здесь вообще все идеально. Это рулон Атавы. Опять же, Атаву я мотал сырую. Получился не Сенаж, а Силос. То есть он сильно влажный, и рулоны сильно тяжелые. По сенажу. То есть, почему на торец надо переворачивать рулоны. Если вы заготавливаете в октябре, в ноябре из Атавы Силос, то в принципе рулоны можно оставлять так, как выкидывает обмотчик. То есть не ставя на торец их. А если у вас сенаж будет храниться больше полгода, то лучше его ставить на торец. Потому что если больше полгода вот такая вот сила сохранится, как выкинули, просто вот так, то есть, как, грубо говоря, как с пресса у вас выходит рулон. И так же мы его обмотали, так же он лежит на поле. То низ, низ, слоями, он начинает греться, и от земли, вот эта часть, она начинает плесневеть. Вот почему его нельзя хранить долгое время именно так. А если месяц-полтора он лежит у вас, то есть, и до кормления, то никаких вопросов. Так, сейчас покажу, расскажу про быков. Хоп, вот пошли. Он на улицу еще выгонит. Дуй, дуй. Хоп. У Игорька, как всегда, жижа. Дуй, дуй. Так, ну вот эти. Вон-то отелка моя. Видно, не видно будет. И вот бычок. Вот этого бычка, 4 месяца, я его привез вчера, позавчера, наверное. Я его взял за 15 рулонов сена. То есть, поменял на сено с доставкой. Вот этого бычка. 4 месяца ему. Ну и майки 4 месяца. Майка, как тёлка, она выглядит поменьше. А так это... Сейчас бычку, основных быков покажу. Ну вот стоит бычок. Полтора года ему. Брал я его, поменял на 4 яркие. Там 10-12 месячных романовку. Бычок, в принципе, думаю, неплохой. Полтора года, может ему чуть побольше. Вот стоят 6-месячные. Этого я брал. Здесь у нас рядышком был он такой рыжий, красный. А сейчас стал чёрный полностью. И вот два бычка, тоже по 6-месячных. Брал я их, наверное, двухнедельными. На ферме. Они мелковатые. Ну, чё есть, то есть. Ну, и диковатые такие. А то они где-то 6-месячные. Так, чем кормим? Сейчас перешли сено и силос. Основной это силос. У нас дожди были сейчас здесь маленько. Грязновато. Так, надо закрывать их уже. Стоило ставить. В общем, не знаю, что ещё. А, комбикорм даю где-то утром в ведро и вечером в ведро. Комбикорма. То есть вода. Соль лежит. Ну, потихоньку. Откармливаю. Ещё парочку бы хотел взять бычков. Поставить их на зиму на откорм. Так как много заготовили сеножа. И для бычков это самый, как бы, корм. Так что вот так. Есть какие вопросы? Пишите. Что какие-то... Что заметил? То есть вот по этим быкам не понравились они мне. Ну, понравились, не понравились. Что уже сейчас делать? Буду откармливать. Ну, вроде ничего. Крупные не становятся. Заметил, что лучше брать с какой-нибудь фермы. Где там 100-200 голов. Где есть ассиминатор, который использует нормальное семя. И с фермы они лучше растут. И это чем у участников собирать. Не пойми что, не пойми кто. У Серёги он стоит бык. Ему больше года. А он там живым весом, наверное, 200 килограмм какой-то. Вообще не пойми что. То есть родственное, не родственное. В общем, самый лучший вариант это брать с больших ферм. Если есть такая возможность, то лучше там брать. Это так, совет, кто хочет брать и заняться от корма. Так что... Бока у него сейчас провалены. Из-за того, что переходит этот... Ну, так не поймешь, что утром провалены, вечером нормальные. То есть... Да, ровно он хороший бык на... Вот... Говорил соседу пригнать свою корову покрыть на... Бык-то хороший, мне так кажется. Во всяком случае, перед явно похож на быка. Не знаю, Ярославка что ли она получается. Не гонит, а хочу его резать, может через месяц забить. Убрать, потому что он мелким мешает. Ей эту корову-то вообще гоняют. И мелкие гоняют ее, и те... Сейчас ее закрыли с этим перевозным быком. Стоит отдельно. Так что, вот так. Ладно, комментируйте, что, почем, как. В общем, получается, сколько у меня? Четыре, пять, шесть, наверное, быков. Пять-шесть быков. Стоит над кормом. Да, и силоса вот такой вот становится. Навоз. Черный такой, густой. Это вот именно после перехода на... Именно на силос, сенаж. Ну, также были у меня комментарии о том, что от безысходности мотаем сенаж, не успеваем сено, погода не дает. И за это вот сено, сенаж, этот силос, сенаж мотаем в эту пленку. Дорого? Нет. 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 Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Кто хочет, купите покупной. Ну, покупной я тоже брал и уже говорил, что, блин, покупной это не то, не то. Потому что там мотают в сентябре, именно уже овес весь желтый, там Вика маленько, уже заново растет зеленая. И все это мотают сенаж, и получается, не пойми что. Я тоже купил один покупной, и да ни хрена, они поковырялись, поковырялись, и половина не съели. Лучше, конечно, видеть, что готовили, и когда готовили. Июньский. Оп! Уп, говорюша. Уп, говорюша. Да, надо его убирать, он уже, а то он уже всех. И покупной не очень, так что, кто думает, мотать или не мотать, то есть брать или не брать обмотчик, лучше попробовать купить и посмотреть, как это все дело идет. Ну, сто процентов, не пожалеете. Вон, на меня уже блин начинает. Ладно. Так что вот так, сенаж это большой плюс, поедаемость сто процентов, при весе намного больше. То есть и влажный он, и... Много, много плюсов. Много. То есть откормочный материал самый тот. Ладно, все, буду пробираться к выходу, а то он мне сейчас засадит своей. Все, ладно, пошли.